Приветствую всех, пожалуйста, присаживайтесь. Если бы я не был убежден в том, что Иисус Христос взял на Себя наше наказание, мое личное наказание каждого из нас, у меня были бы все основания для того, чтобы сейчас унывать и расстраиваться. Ехал сюда, у меня поломалась машина. Приехал сюда, не работает PowerPoint. Пастор читает текст и говорит, там сказано, что Бог нас наказывает. Слава Богу, это перевод там дисциплинирует. Дисциплинирует. И это дает нам своего рода основания не унывать, не расстраиваться. Да, Бог что-то хочет сказать мне, каждому из нас, я не исключение, я абсолютно несовершенный. И то, о чем мы будем говорить сегодня, чем больше я изучал это, я меньше хотел думать о том, что я, а где я? Я далеко не дотягиваю до того, о чем буду говорить сегодня. Но тем не менее, я уповаю на Божью благодать и верю, что мы еще на пути. И у нас есть возможность исправляться. Я понимаю, что это то, о чем мы будем говорить сегодня, и мне оно необходимо. Это то, над чем я хочу рассуждать, и не только рассуждать, и анализируя, может быть, свою жизнь, стремиться к тому, чтобы отображать вот эти истины в моей практической жизни. Как вы уже знаете, мы сегодня говорим о воздержании. В нашем современном мире, где празднуется самоудовлетворение, где каждый пытается получить для себя максимум удовольствия, воздержание не ценится. Воздержание может иметь два направления. Есть воздержание, связанное с личным духовным развитием. Воздержание от греха. Когда приходит искушение, и человек воздерживается от того, чтобы согрешить. Есть другое, которое несколько выше по значимости. Воздержание ради блага другого человека. Это когда мы, строя отношения с другим человеком, ущемляем себя в чем-то, воздерживаемся, и через это Бог прославляется. Здесь не стоит вопрос греха. Нам свойственно, знаете, многие вопросы измерять вот именно этим измерением. А грех ли это? И если не грех, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Здесь вопрос гораздо выше. Как это повлияет на наши отношения с другим человеком? И как следствие, оно приближает меня к Богу, нас к Богу? Или, может быть, удаляет? И, может быть, стоит воздержаться, если это не переносит эта польза. Я могу потребовать от другого человека какую-то вещь, и буду совершенно прав. Буду совершенно прав. Но если все это не приближает нас к Богу, а, наоборот, удаляет, может быть, тогда не стоит. Может, стоит воздержаться. Поэтому в этом смысле есть два вида, две категории воздержания. Если человек не научился воздерживаться в вопросах морали, в вопросах греха, ему трудно, может быть, даже невозможно будет воздерживаться в построении, в ситуациях, связанных с построением библейских взаимоотношений. Наш духовный рост, он начинается с того, что мы учимся воздерживаться воздерживаться от разных греховных влечений. Апостол Павел в своих посланиях очень много этому уделял внимания. Он говорит о том, что блудь, нечистота, да будут удалены от вас. Он говорит о всяких плохих словах. Не давайте место диалогу. Все это в сфере связано с воздержанием, когда ты воздерживаешься от какого-то греховного влечения. Говоря о таком воздержании, это удивительное качество. Само слово воздержание, оно имеет общий корень со словом держать. Когда мы говорим о том, что о какой-то вещи, которую я держу, которую я держу. Но когда мы говорим о воздержании, это когда я держу себя в стороне от какой-то вещи, чтобы ей не воспользоваться. В стороне от чего-то. По-английски это self-control. Не просто держать себя в стороне, как, ну, например, держит собаку. Она злая, и цепь или забор, он удерживает ее. Удерживает ее. Эта собака, здесь другое мнение. Эта собака, когда она злая, но ей не нужна цепь. Ей не нужен забор. Она понимает и держит себя. Такого не бывает. Такого не бывает. Если она злая, ее нужно держать, ограничивать чем-то. Но говоря о нас, о self-control, это какое-то удивительное чувство, это сила, которая помогает тебя держать в стороне от греха. И более того, я скажу, тогда, когда другие люди греша, они получают удовлетворение от этого. Ты, держа себя в стороне, получаешь удовлетворение от того, что ты не вовлечен во все это. Когда человек, сам по себе человек, он не способен держаться. Он не способен держаться, но благодаря тому, что в нас живет Дух Святой, который и делает это возможным, чтобы мы во всем проявляли вот это качество. Когда человек становится христианином, одна из особенностей, одна из особенностей, которая делает вот этот факт, что с того момента, когда он стал христианином, в его сердце поселяется Дух Святой, который начинает работать в его сердце. Его задача, задача Духа Святого привести нас к совершенству. Когда он начинает работать в сердце человека, он в первую очередь начинает с того, чтобы подчинить нашего внутреннего человека. Именно здесь начинается воздержание. Мы, верующие люди, знаем, что это такое, когда тебя осуждает твоя совесть. В действительности это работа Духа Святого. Это Он, работая в сердце человека, осуждает тебя, чтобы ты не делал то или другое. Через это Он начинает производить нас вот этот плод. И Он делает его, этот плод, производит его посредством Слова. Говоря о плоде Святого Духа, воздержание – это одно из качеств этого плода. В прослении Галатам там перечислено несколько этих качеств. И воздержание там стоит на последнем месте. Это совсем не значит, что воздержание – оно менее значимое качество. Совсем нет. Совсем нет. Оно по списку последнее, но по значимости оно далеко не последнее. Оно одинаково важно, как и все остальное. Все эти качества в целом составляют один целый плод. И смотря на этот плод, ты, естественно, видишь и другие качества. Можно себе представить этот плод, и ты смотришь на него, вот если ты видишь, там есть воздержание, но там же есть и другие качества. И ты как бы видишь, там есть и кротость, там есть и смирение, там есть и великодушие. Они как бы переплетены все вместе. Это один плод, который производит в человеке Дух Святой. Как мы уже отметили, воздержание, оно не заканчивается на вопросах, связанных с грехом. Мы сегодня посвятим больше времени тому, чтобы говорить о воздержании в построении библейских взаимоотношений. Я еще раз отмечу, что воздержание в вопросах морали имеет большое измочение. Нужно сказать, что если человек, он не научился воздерживаться в этих сферах, ему будет трудно, может быть, даже невозможно, очень трудно проявлять воздержание в той сфере, о которой мы будем говорить сегодня. Бог так устроил нас, людей, что мы зависимы друг от друга. Мы связаны одним с другим. И чем больше мы понимаем и практикуем это в нашей жизни, тем, может быть, больше или лучше складываются наши взаимоотношения, чем больше мы понимаем необходимость, необходимость воздержания. Важно не только понимать свою зависимость от других, но также понимать, что я могу быть благословением для другого человека. Но для того, чтобы наши отношения строились крепким, ввиду остатков нашей греховной природы, без воздержания, просто невозможно. Мы сегодня будем смотреть, например, апостола Павла. И при этом давайте помнить о том, что сам апостол Павел, он равнялся на Христа. Мы сегодня будем вспоминать эту заповедь, и мы будем понимать, что Христос, он совершил очень многое. Но Павел в своей жизни, он равняется на Иисуса Христа. И мы сегодня посмотрим, как он строил отношения с другими людьми, и как воздержание оно имело, какое место оно имело в его личном духовном развитии. Основным нашим текстом сегодня будет 9 глава 1-го посылания к Олимпинам, где Павел строит взаимоотношения с членами коринфянской церкви. Мы посмотрим, какими принципами руководствовался он, и попробуем взять для себя несколько уроков из того, как воздержание помогает нам строить правильные библейские взаимоотношения. В жизни апостола Павла было очень много вот таких вот ситуаций, где он сознательно от чего-то отказывался ради определенной цели. Посылание к Олимпинам, 9 глава, это еще одна такая вот ситуация, в которой мы находим очень много, очень много поучительного. На первый взгляд может показаться, что в этой главе Павел отстаивает свое право быть на содержании церкви. И, кстати, данную главу многие используют как подтверждение того, что это нормально, когда пастор находится на содержании. К слову сказать, что есть и другие, которые эту же главу используют для того, чтобы доказать обратное. Но мы не будем сегодня много говорить о содержании служителя. С этим, я думаю, у нас совершенно нет разногласий. Но, тем не менее, вот те основания, те пойнты, на которые Павел обращает внимание, их достаточно много тому, чтобы сказать, что это абсолютно правильно. Павел не был против содержания от церквей, даже потому, что когда к нему пришли от филиппийской церкви и принесли поддержку для него финансовую, он не отказался. Он не сказал, что для меня неправильно. Нет, он принял, и принял с радостью, с благодарением, он понимал, что это нормально. Но в ситуации с Коринфом там было несколько иначе. Павел использует вот эту ситуацию, вот это положение, для того, чтобы преподать нам вот принципы, которыми он руководствовался. Размышляя об этом, мы можем подставлять сюда все, что нам близко. Отношения в семье, отношения на работе, в церкви, просто между друзьями. Родители могут требовать послушания от своих детей. Ты хочешь быть долголетним на земле? Как будто бы долголетие от него зависит. Или муж может быть требовать послушания от своей повиновения, от своей жены и разные другие сферы. Но знаете, мы можем найти достаточно текстов Писания, которые говорят об этом, и будешь долголетним на земле, но вопрос в другом, требуя от того или другого, от другого человека, я думаю о его благе, о том, чтобы это приблизило нас как-то к Богу. Или может быть я переживаю о своем имидже, о себе, о том, как я буду выглядеть в глазах других людей. Разница очень серьезная. Посмотрите, как начинается вот эта глава. Первые два стиха. Павел говорит, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. В первых семи стихах он подтверждает свое право быть в таком же статусе, как и другие апостолы. Проблема там была не в том, чтобы решить, может или не может служитель быть на содержании. Скорее всего, вопрос был в том, может ли сам Павел быть на содержании у коринфиан. Коринфиане принимали других служителей и апостолов, но не так обстояло дело с Павлом и Варнавой. Мы уже отметили, что Павел пользовался материальной поддержкой от других церквей, конкретно от филиппийцев. Но в ситуации с Коринфом там было определенное напряжение. В восьмом стихе Павел в защиту этого положения он приводит закон Моисея. Восьмой стих, посмотрите, по человеческому или только рассуждению я это говорю. Не то же ли говорит и закон. И далее он приводит цитату из закона. В четырнадцатом стихе он приводит подтверждение слова самого Господа. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но заметьте, что в этой же главе он дважды говорит о своем личном решении, что он ничем этим не будет пользоваться от коринфян. Если другие имеют у вас власть, не плачали и мы. Однако мы не пользовались этой властью. Почему Павел так делал? Заметьте, что он даже готов нарушить повеление самого Господа. Господь повелел, но Павел как бы игнорирует. Ладно он, но он другим позволяет неисполнение этого повеления. Павел говорит, больше он даже не считается со своей собственной жизнью, он готов пойти на крайнюю меру, подставить под угрозу свою жизнь ради достижения определенной цели. Пятнадцатый стих, посмотрите, но я ничем не пользовался таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. То есть он говорит, я это написал не для того, чтобы вы пересмотрели этот вопрос и как-то его решили по-другому. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Почему Павел так думал? Что мотивировало его на такое решение? Анализируя эту главу, я хочу посмотреть вместе с вами на несколько принципов, которыми руководствовался Павел в данной ситуации. Нас постоянно что-то мотивирует. И по сути это естественно, это нормально, когда что-то мотивирует нас и что-то делает, что-то побуждает нас к тому, чтобы делать то или другое. Самое первое, на что я хотел бы обратить внимание, я назвал это любовь, причина, воздержание. В этой главе мы не находим слово любовь, здесь нет призова любить. Но это не значит, что тема любви здесь отсутствует. Я скажу больше, она доминирует не только в этой главе, но и во всем послании. Все послание, оно переполнено свидетельством того, что коринфяне были дороги апостолу Павлу. Он ценил время, проведенное там. Он не просто, знаете, прошелся через коринфу, он очень много времени, полтора года посвятил для того, чтобы среди вот этих людей, которые были с проблемами, он посвятил туда очень много времени. Первое время, помните, он делал палатки для того, чтобы как-то содержать себя и помогать им духовно развиваться. Во втором послании он как бы свидетельствует о том же самом, говорит, уста наши отверстия к вам, коринфяне, сердце наше расширено, он говорит, вам не тесно в нас, в нас очень много места для вас, мы вас всех вмещаем, мы вас всех вмещаем. Прежде чем мы посмотрим на описание того, где мы видим в этой главе, что Павел любя коринфян делал это, я хочу сразу напомнить, что любовь это не просто чувство, это не прилагательно, любовь это глагол, настоящая любовь, она проявляется в действии. Когда читаешь эту главу есть определенная опасность расставить неправильные акценты, и тогда мы пропустим самое главное. Давайте посмотрим, посмотрим с 20 стиха до 22, давайте прочитаем этот рывок. Павел говорит, для иудеев я был как иудеев, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых законов, как чуждый закон, чтобы приобрести и чуждых законов, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Некоторые люди, неправильно понимая вот эту мысль Павла в этой главе, или может быть пытаясь оправдать свою склонность к греху, думают, что они продолжают мысли Павла, когда говорят, для алкоголиков я стал как алкоголик, для наркоманов как наркоман, попадая опять в ту компанию, они чувствуют себя там комфортно, удобно, кто-то придя в места не столь отдаленные, разговаривая там с заключенными, они пытаются поменять свой жаргон, и говорят, эй, братва, я тоже из вас, но меня Господь спас, и знаете, у них что-то меняется. Не это имел в виду апостол Павел. Эти фразы вот для иудеев как иудеи, для немощных как немощных и так далее, следует понимать как тот, что Павел знал их немощь и мог снизойти к ним на их уровень, если для этого нужно от чего-то воздержаться, пожертвовать чем-то. Он это делал. Павел был против обрезания, но возникла вот такая ситуация, когда для того, чтобы иудеи поняли его и приняли его, он ради этого, обрезал Тимофея. Не потому, что это было необходимо со стороны закона, а потому, что как раз это был тот момент, когда для иудеев Павел был как иудей. Если для спасения некоторых в Коринфе Павлу нужно было отказаться от своего пользования, права пользоваться материальной поддержкой со стороны Коринфиана, он готов был это сделать. Павел не искал комфорта себе. Он, любя Коринфиан, готов был чем-то жертвовать, терпеть неудобства. Несмотря на то, что коринфиане считали себя чем-то обособленным, они видели себя с духовными дарами, у них были иные языки, разные дары, чудотворения, возможно, все, чем они могли похвалиться, Павел знал их немощи. Павел знал, что они обыкновенные люди, и он мог подобрать ключ к их сердцу. И если ради этого нужно было отказаться от мяса без проблем, даже если оно и не идоложертвенное, это способность идти в два поприща, тогда, когда тебя принуждают пойти только в одно. Павел говорит, что это был его личный выбор, никто не заставил его это делать, он был абсолютно свободен в принятии своего решения. 19 стих, посмотрите, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Обратите внимание на слово «поработил». У него, как бы, как и у всех нас, было обыкновенное плоское человеческое желание, это нормально. Павел, имея правильное отношение с Богом и понимая ситуацию, подчинил эти желания своему внутреннему человеку. Да, это слово против его привычек, против его желаний. Это не было просто, это не было легко, потому и сказано, что он поработил, он взял все эти желания в рабы своему внутреннему человеку. Он не говорит, что это было без проблем, он стал иудеем для иудеев. Это чего-то для него стоило. Он буквально поработил себя для этого. Все эти проявления, они просто невозможны без любви. Поэтому любовь это основание для такого служения. Представьте себе две ситуации. Один человек, он желая выразить, что он любит другого, он рассказывает ему стихи, песни поет, он говорит ему много разных слов, но при этом дела отсутствуют, нету их. Или другой человек не говорит ни слова, он делает очень любя. Конечно же, во второй ситуации мы без сомнения скажем, вот второй человек он любит. Второй человек любит. вы помните, как на последней вечере Христов дал своим ученикам наивысшую заповедь. Он говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот говоря об этой заповеди, мы не всегда обращаем внимание на тот факт, кому были сказаны вот эти слова. В Библии не раз можно встретить рассказы о том, что они часто спорили о том, кто из них больше, кто из них значимее, кто должен быть по правую сторону, кто по левую. Они были эгоисты. Они были эгоисты. Мы все в какой-то мере проявляем, являемся эгоистами. Но есть эгоисты, которые понимают, что это плохо, и они стараются скрыть, сделать это более незаметным. Ученики они не скрывали. Наоборот, они спорили об этом, кто из них больше. И каждый отстаивал свое личное право. И вот таких учеников Христос призывает проявлять любовь друг к другу без воздержания. Это невозможно. Заметишь, что Христос не сказал, что эгоизм это плохо, он не говорит, что вам не нужно спорить об этом. Он говорит, вам любовь нужна. И даже тогда любить тех людей, которые доказывают тебе, что они выше тебя, а ты проявляй ему любовь. А ты проявляй ему любовь. Ученики не сразу это поняли. Даже после воскресения, после того, как возле озера Иисус Христос восстанавливает Петра и кажется ему бы уже в смирении идти за Христом и не смотреть по сторонам. Но он видит Иоанна и говорит, Господи, а он что? Он говорит, ты иди за мной, оставь его. И гораздо позже, когда Петр уже пишет свое послание, после того, как он послужит пастором несколько лет, он скажет любовью. Служите друг другу. 1 Петра 4,8 Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество их. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Итак, подбирая ключ к сердцу колинфян, Павел понимал, что его служение без любви к ним, оно просто невозможно. Поэтому, ущемляя себя в чем-то, искал подход к сердцу каждого. Он не просто подбирал правильные слова, он подбирал состояние своего сердца. И это просто невозможно без проявления любви. Без проявления любви. поэтому, снисходя к тем или к другим, к иудеям или подзаконным или к немощным, он всегда понимал свою ответственность ходить перед Богом. Вот, читая вот этот отрывок с 20 стиха, я умышленно убрал из него одну маленькую часть, чтобы сейчас обратить на нее внимание. Давайте прочитаем еще раз. Для иудеев он говорит, я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, но не будучи чуждого закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Павел умышленно ущемляет себя в чем-то и при этом он остается чистым перед Богом в своем сердце. Он, любя калинфянам, сходит к их недостаткам, но не к своим. Он был более требовательным к себе, чем другим. Он мог ущемлять свои интересы, оставаясь чистым перед Богом, не нарушая его закона. Все это для достижения определенной цели. Это возможно только тогда, когда воздержание в тебе это не просто твое решение, а это плод Святого Духа. Павел умел входить в положение каждого, подбирая ключ к сердцу каждого, не нарушая при этом Писание. Вот на примере этой главы я еще раз скажу, он имел право жить от благовисования. И он бы не согрешил, если бы этим воспользовался, но он сознательно отказался в этой ситуации. Он видел в сердце конфиденциала, он понимал, что на данном этапе они, может быть, еще не готовы, они, может быть, не выросли достаточно, и желая взрастить их, он идет на личную жертву, потому что сильно любит их. Сильно любит их. Есть второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, что мотивировало Павла воздерживаться. Воздержание ради Евангелия. Воздержание ради Евангелия. Первое, Коринфянам 9, 23, посмотрите. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Центральное слово в этом стихе – это Евангелие. Это короткое, в то же время очень емкое слово. Уберите Евангелие из этого отрывка, и тогда все, что делает Павел, оно потеряет всякий смысл. Потеряет всякий смысл. Вот когда первые люди согрешили, это не было нечто такое безобидное, просто съели запретный плод. Это не то же самое, как вот если наши дети, когда они делают то, что мы им запретили делать, нарушая вот наши требования, они не перестают быть нашими детьми. Они остаются, продолжают жить с нами в нашем доме. Но когда первые люди нарушили Божью волю, они были изгнаны из рая и потеряли связь с отцом, тогда не только сами они, но и мы все, кто по родословной произошел от Адама, унаследовали ту же самую участь. Полное разделение с Богом. Вот нарушив вот это повеление, они подписали себе приговор в том, что их конечный путь, пункт назначения, это погибель. Но это не все. У нас появилась надежда, и эта надежда заключается в самом Евангелии. Благодаря Ему мы можем рассчитывать на спасение от вечной погибели. Когда первые люди загрешили, они своим поступком вызвали справедливый Божий гнев. И этот гнев был удовлетворен благодаря Евангелии. Евангелие это благовесть от Бога, весть от спасения погибающим. Весть от того, что спасение было совершено, полностью совершено Иисусом Христом. Евангелие это не одно из средств ко спасению. Это единственное средство ко спасению. Это не просто описание жизни Иисуса Христа, это весь о том, как было совершено и чего стоило наше с вами спасение. Евангелие это центральный элемент христианства. Без Евангелия христианства оно просто немыслимо. Без Евангелия оно превращается в сухую абсолютно безжизненную религию. Тогда это будет не больше, чем свод правил и постановлений. Это можно, это нельзя. И так Павел терпит неудобства, трудности, лишения и как он здесь говорит, съезжи делай ради Евангелия. Он прекрасно понимал, что если он это не делает, если он воздерживается ради Евангелия, через это Бог прославляется. Павел это представитель спасенных людей. О себе он говорит, что он это делает ради Евангелия. Вы можете себе представить такое, если бы весть о спасении Бог поручил бы нести ангелом. Ну представьте себе, вот приходим мы на служение, здесь яркое сияние света, являются ангелы, говорит, покайтесь. Я думаю, что если бы это было в каком-то смысле регулярным, то зал был бы битком забит. Увидеть ангела здесь, это впечатляющее событие. Но я даже абсолютно сомневаюсь, что у ангелов это получилось бы. Мне даже кажется, что драматически это выглядело бы очень превосходно, но Бог поручает это людям. Более того, Павел говорит о себе, что именно он это делает ради Евангелия. Мы знаем, кто был Павел в прошлом. Мы знаем, что он прежде не просто равнодушен был к Евангелии, а напротив, он воевал с Евангелием. 1 Тимофею 1 глава 19 стиха читаем. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он признал меня верным, определим на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Когда Евангелие достигает сердца человека, оно не просто приносит ему какую-то новую информацию или один из вариантов того, чем он может теперь заниматься. В первую очередь, Евангелие трансформирует сердце человека. Павел говорит о себе, «Меня, который прежде, прежде был хулитель, гонитель, обидчик, прежде, но теперь он новое творение. У него совершенно новое сердце. Он не просто перестал гнать, хулить, обижать. Этого недостаточно. Наоборот, вместо того, чтобы хулить, он теперь благосковляет. Вместо того, чтобы обижать, он готов теперь терпеть лишения. Вместо того, чтобы гнать, он смиренно переносит гонения сам лично. Полная противоположность. Полная трансформация. Именно поэтому Бог поручил нам, людям, спасенным, нести Евангелие. У ангелов нет этого. Хочу отметить, что я совсем не о том, чтобы для того, чтобы быть более эффективным в служении Евангелиям, нужно пройти самое тяжкое. Каждый человек, даже тот, кто не совершил, как говорят, самых тяжких грехов, но если Дух Святой поселился в его сердце, и там он производит вот этот плод воздержания, разница обязательно будет заметна. Ее нельзя не заметить. Пережив трансформацию, человек становится способным нести Евангелие. Евангелие погибающим. Именно поэтому Бог поручает это занятие нам, людям. Нам, людям. Если посмотреть еще раз на стихи с 20 по 22, здесь четыре раза повторяется фраза «Чтобы приобрести». Павел говорит «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». «Для подзаконных был как подзаконных, чтобы приобрести подзаконных». «Для чуждых законов, как чуждых законов, чтобы приобрести чуждых законов». «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Сама вот эта фраза, чтобы приобрести, она достойна отдельного внимания. Павел умел видеть в каждом человеке нечто драгоценное. Он умел видеть в каждом человеке того, за кого Христос пострадал. И он их приобретал. Для Ливангрия. Павел увидел не только тех, кто далеко и старался их приобрести. Он видел тех, кто уверовал. Но они были немощны. И он считался с их немощью. Подобный призыв мы находим в послании к филиппийцам. 2 глава, 3-5 стих. Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрению. Почитайте один другого высшим себя. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот без Евангелия невозможно увидеть другого человека высшим себя. нужно, чтобы Евангелие пропитало твое сердце полностью. И тогда это возможно. Евангелие – это не просто информация о спасении. Это средство, через которое мы можем приобретать других людей для Христа. Напомню, что мы говорим о воздержании, потому что оно необходимо для того, чтобы нести Евангелие. Когда между двумя любви возникает какой-то конфликт, может быть, или и один из них является христианином, Евангелие делает его способным понести ущерб, уступить. Это возможно только благодаря Евангелии. Через это, через то, что мы уступаем, Евангелие становится привлекательным, драгоценным. Другие хотят узнать об этом. Вот если бы ангелы несли весь Евангелие погибающим, они бы не могли, они бы могли бы донести информацию, но не больше. У них нет личного примера того, как Евангелие, оно изменило. Оно изменило сердце человека. Человек, переживший трансформацию сердца, переживает трансформацию сердца благодаря Евангелии. Когда Евангелие достигло сердца апостола Павла, он теперь имеет страстное желание делиться этим Евангелием с теми, кто его еще не уверовал. Он говорит, что он готов воздерживаться от комфорта, от удобства, от всего прочего. И все это ради Евангелия. Павел шел к погибающим, нес ему вот эту добрую весть, добрую весть, если ему нужно было от чего-то отказаться, для того, чтобы эти погибающие могли принять эту весть, без проблем. Павел готов был это сделать, что давало ему силу отказываться от различных удобств, от идти на унижение, терпеть недостатки, часто непонимание со стороны тех, кому он служил. Сие же делаем. Ради Евангелия. Ради Евангелия. Третье, на что я хотел бы обратить внимание, это личное свидетельство. Это еще одна причина, которая побуждает Павла воздерживаться от чего-то, чтобы в конечном итоге Бог был прославлен. И это его личное свидетельство. Посмотрите на 27 стих. Он говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. В этом стихе нам нужно обратить внимание на последнюю фразу. Обратите внимание, что в английском языке она звучит несколько иначе. Он говорит, сразу нужно отменить, что речь совершенно не идет о вероятности или возможности потерять спасение. Вот плохо проповедовал, все, потерял. Когда некоторые говорят, горе мне, если я не проповедую. А я слышал, когда некоторые исповедуют именно это. Но не об этом говорит Павел. Здесь остаются два варианта. Вероятность быть дисквалифицированным, чтобы получить награду на судилища Христова, когда Бог будет вознаграждать. Но, скорее всего, что ближе мне, что я вижу здесь, Павел имеет в виду возможность того, чтобы быть дисквалифицированным для проповеди Евангелия в глазах тех, кому ты проповедуешь. Кстати, говоря об этом, я должен сказать, что мы все отчасти проповедуем в той или другой сфере. Может быть, дома, на работе, в семье, среди друзей. Это каждый человек, он должен уметь это делать в относительном порядке. Но, говоря о проповеди за кафедрой, как часто мы думаем о том, что для того, чтобы проповедник мог проповедовать, недостаточно просто умения красиво говорить. Хотя это важно. Проповедник должен уметь понимать текст, излагать его, чтобы у слушателей сформировалась ясная картина того, что написано в Библии, мы проповедуем текст. В противном случае, его не будет слушать, или если будет слушать, только лишь потому, что нет другого выбора. Должен сказать, что, к сожалению, или может быть ввиду сложившихся приоритетов, для некоторых вот это и является единственным критерием для того, чтобы человек был или не был проповедником. В некоторых церквях приезжего брата спрашивают, вы из говорящих? Личная жизнь не в расчет. Я еще раз повторюсь, что для того, чтобы проповедник мог проповедовать, простой способности красиво говорить недостаточно. Поповедник должен уметь не только красиво говорить, но и красиво правильно жить по Писанию. Я напомню, как мы уже отметили в начале, здесь, может быть, может не стоять вопрос, а грех ли это? Вопрос в другом. Какую пользу это может принести ближнему, и смогу ли я через свою личную жизнь приобрести человека для Евангелия, если поступлю так или иначе? Обратите внимание, поэтому Павел говорит, я усмиряю и порабощаю себя. Люди будут слушать нас ровно столько, до тех пор, пока наши слова не расходятся с тем, что мы делаем. Когда мы проповедуем другим, мы призываем их к практическим изменениям, к практическому христианству, и здесь же, говоря другим, как надо поступать, мы сами не являемся исключением. Лично я не являюсь исключением, если я проповедую о воздержании, это означает, что мне также нужно практиковать это качество. Я не могу только говорить об этом, а жить при этом своими интересами. Наша личная жизнь это такая же проповедь, именно поэтому Евангелие погибающим несем мы люди, не ангелы. Поэтому Павел, говоря о себе, он не только проповедует другим, но, как здесь сказано, усмиряю и порабощаю свое тело, чтобы те, кому я проповедую, они могли меня воспринимать, не дисквалифицировать. Всякий раз, когда мы проповедуем другим, мы не только несем им информацию, но мы показываем, личный пример. Если проповедую другим, мы им говорим, что Иван не способен изменить их жизнь. Нам нужно показывать на личном примере, как это меня изменило, как это в моей жизни сработало. Павел не только сам был озадачен этим вопросом, но он и других побуждал к этому, он другим говорил то же самое, аналогичную мысль мы находим в послании Тимофею, 2 глава, 15 стих, 2 послание, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Выражение «делателем неукоризненным» имеется в виду со стороны людей и дальше «верно преподающим слово». люди укоряют тогда, когда раскрывается то, что они не знали. К тому же Тимофею Павел пишет о характеристике служителя, говорит следующее, «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и все дьявольскую». Филипийцам то же самое, Павел указывает на некий высокий стандарт, которым он призывает их, только говорит, живите достойно благовествования. Потому что это является проповедью. Благовествование выражается в проповеди и жить он призывает достойно этого благовествования. И так Павел он усмиряет, он порабощает себя ради того, чтобы иметь успех в благовествовании. И как обстоят дела у нас с вами? Насколько мы с вами обеспокоены тем, чем был обеспокоен Павел? Съеже делаю ради Евангелия. Последнее, на что хотел бы обратить внимание, что мотивировало апостола Павла? Это воздержание ради награды. Это последняя причина, на которую хотел бы обратить внимание. Почему Павел готов был терпеть дискомфорт, неудобства, отчего-то воздерживаться, строя взаимоотношения с коринфянами. С 23 стиха мы находим достаточно известный отрывок, который раскрывает для нас причину, почему Павел делает вот то, что он делает. Павел сравнивает свою философию служения с забегом на дистанцию. Здесь же есть ключевая фраза, на которую я хочу обратить внимание. Прочитаем из 24 стиха. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Думать о венце, о награде, это нормально. Это неосудительно. Это даже необходимо. В Библии больше, чем достаточно текстов, которые говорят именно об этом. Вот несколько из них в Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Павел говорит, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христового, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. Если доброе, значит, востояние будет соответственно добрым. 2 Тимофею 4,8 Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Заметьте, что Павел говорит об этом открыто, ясно, недвусмысленно. В христианской практике размышлять о небесной награде, это помогает, помогает нам проходить через разного рода лишения, не зацикливаться на них. Наши лишения, отчего мы воздерживались ради Евангелия, все это будет компенсировано в один прекрасный момент. Мы хорошо помним ту ситуацию о богаче Лазаре, и там слова Авраама, они говорят именно об этом. Руки 16,25 сказано, но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни твои огразы злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. В нашем тексте Павел говорит, что все подвижники, включая неверующих и верующих неверующих, воздерживаются с определенной целью получить награду. Разница лишь только в том, что одни стремятся получить тленный венец, и более того, их случая, там из множества претендентов только один получает эту награду. В противоположном случая варианте венец получают все, кто искренне вышел на эту дистанцию. И более того, этот венец отличается от того, который популярен в этом мире. Он нетленный. Обратите внимание, Павел говорит, я бегу, и нас он призывает, так бегите, не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, он призывает нас, бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются всего, и для получения венеца тленного, а мы нетленного, и потому, я бегу. Слово бегу, это особенное слово. Он говорит о том, что Павел торопится успеть многое сделать. И также он говорит о том, что его сила не беспокоит то, что он от чего-то должен воздержаться. Он бежит, он стремится, он увлечен этой целью. Павел жертвовал личным удобством ради того, чтобы приобрести, приобрести других для Христа. И через это Бог прославляется. Нам свойственно, знаете, сейчас и сразу получить то, как нам кажется, что нам законно принадлежит. Но как спокойно, как научиться спокойно переносить то, что мы теряем, от чего возбеживаемся. Это возможно только тогда, когда Дух Святой производит в нас впрод, именно Он. И об этом плоде, об этом плоде Петр говорит в послании, в своем послании несколько своеобразно, и он говорит там, то вы, прилагая к всему старания, покажите вере в ваши добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержания, в воздержании терпения. Терпение очень важное качество в том, когда мы от чего-то воздерживаемся. Тебе нужно терпеть, когда ты видишь, что воздаяние, оно, оно грядет. Еще раз напомню, что Павел имел право пользоваться материальной поддержкой. И он абсолютно не согрешил бы, если бы этого добился. Но он мог так сделать запросто. Но Павел смотрел дальше. Он видел, что если он даже и решится на это, он потеряет отношение с коренфянами, а этого он больше всего не хотел. Он готов был отказаться от своего права пользоваться тем, что он должен был пользоваться, только лишь потому, что через это он мог бы приобрести самих же коренфян. Я попробую приобрести вот такую параллель, хотя она очень слабо отображает идею о том, о чем мы говорим здесь, тем не менее. Мы все работаем на производстве, с нас, с чека снимают налоги. Иногда снимают больше, чем положено. если бы нас не снимали, было бы нормально, мы бы нашли бы, где воспользоваться этими деньгами, всегда бы нашлось место, где их потратить, но они остаются там. Они остаются там до определенного времени, но приходит время, и мы заполняем соответственные формы, получаем обратно то, что с нас сняли. И правда приятно, когда ты получаешь чек, тебе не нужно, а ты получаешь обратно, тебе приятно в каком-то смысле. И я, как я сказал, это совсем неподходящее сравнение, тем не менее, тем не менее, вот за все наши решения, за все, от чего мы воздерживаемся здесь, там будет воздаяние, оно несравненно больше, несравненно больше, чем то, от чего нам приходится здесь воздерживаться. Когда вот тот, что получил Лазарь, взамен того, что он в струпьях лежал возле ворот богача, это ни в какое сравнение не входит с тем, что он мог бы получить, если бы к нему правильно относились, но он получил несравненно больше, во много раз больше. Друзья дорогие, стоит воздерживаться ради награды и думать об этом. В заключении хочу посмотреть вместе с вами на пример Христа. Он по сути является настоящим примером для каждого из нас, как переносить лишения, как правильно воздерживаться, на что ориентироваться. Филиппийцам 2 глава 6 стиха прочитаем, где сказано «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду встав как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал тот, что Господь Иисус слава Бога Отца». В этом коротком, но емком тексте апостол Павел представляет всю миссию Иисуса Христа как Спасителя. Обратите внимание, что он не почитал хищением другими словами, он легко отказался от всех прав и привилегий, он воздержался. До этого нельзя не отметить, что как итог этой жертвы, итог этого воздержания Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Но вот между его смирением и прославлением мы находим наши с вами обращения. Ради тебя, ради меня, ради каждого из нас он смирил себя. Он смирил себя. Да, это Бог превознес его, дал ему имя, самое высокое имя, но здесь мы видим себя. А теперь Павел говорит, во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Это то, что мы сегодня вспоминаем. Это то, что становится основанием нашей уверенности. Это то, что дает нам надежду не унывать и каждый же день жить для его славы, для того, чтобы прославлялось его имя. Хотел бы вместе с вами еще помолиться, поблагодарить его за эти уроки и действительно поблагодарить за то, что он некогда приобрел нас и помолиться о том, чтобы то, чему мы открыли для себя из уроков самого апостола Павла, чтобы нам это практиковать в нашей жизни. А был особенность Бог в этом. Помолимся. Аминь. Помолимся в группах и я закончу. в группах в группах и я в группах и я в группах и я в группах и я не . Именно это очень так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогой Небесный Отец... Продолжение следует... 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 равняться на Тебя, жить ради Тебя, ради Твоей славы. Тебе за все слава, поклонение Тебе за все, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok